Добрый день! Меня зовут Олег Мороз. Я буду сегодня делать доклад на тему хранилища. Сегодняшний вебинар будет о хранилище, о том, что это такое, как с ним работать и основные принципы и тонкости работы с ним. Мы разберем, что хранилище само по себе есть, можно включаться к хранилищу, как его создавать. Также мы сегодня пройдем создание пользователей для хранилища и какие у них бывают права. Также расскажу парочку моментов, с которыми лично сталкивался, которые очень нужны и работе. Давайте разберемся, что такое хранилище. Хранилище конфигурации это своеобразная копия вашей конфигурации. Базы информационной системы каждый называет по-своему. И в групповой разработке используется в основном она, потому что сложно отследить каждую доработку разных спецов, если необходимо каждый раз загружать конфигурацию, загружать и после этого сравнивать, где была правильная доработка, а где нет. Потому Lines создала такой инструмент встроенный в конфигурацию, который после создания пользователи, точнее разработчики даже, используют для того, чтобы дорабатывать не всю конфигурацию сразу, а только отдельные объекты, к примеру, заказ клиента или какой-нибудь справочник контрагента, в зависимости от того, что стоит перед вами по поводу работ. При групповой разработке хранилище может быть как удаленное, так и локальное. Локальное хранилище имеется в виду, это когда само хранилище находится на том же сервере, на котором выполняются доработки. Бывают случаи, когда в команде внедрения работают удаленные специалисты, которые по каким-либо причинам не могут находиться на сервере или, к примеру, другая операционная система, которая не поддерживает ход на этот локальный ресурс. Бывают разные ситуации и потому создают еще удаленные хранилища, которые можно подключаться как сетевым папкам и через TCP-HTP. Это в зависимости от того, как администратор хранилища заставит вам доступ удаленно. Если у вас команда больше двух человек, то для каждого разработчика необходимо будет создавать отдельную базу для разработки, потому что в основном при создании хранилища его делают на основании рабочей базы. И в рабочую базу имеет доступ к хранилищу определенное количество лиц ответственных. И простой разработчик не должен и не имеет права заходить. И потому для каждого пользователя создается отдельная база, которая выгружается, к примеру, в дата файл, создается база и после этого подключаются пользователи к хранилищу. На одной базе может работать, правда, несколько разработчиков, но вот к хранилищу они могут подключаться только под одним пользователем, потому что, к примеру, особенность хранилища, что при разработке и подключении к хранилищу только одна конфигурация отвечает за одного пользователя. Если вы хотите подключиться под другим пользователем, то вам придется переподключиться, то есть отключиться от конфигурации под пользователем, который сейчас есть, и подключиться под своим пользователем. Но необходимо учесть, что таким образом вы можете затереть доработки другого специалиста, которые были на этапе тестирования и не помещены еще в хранилище. Также у каждого хранилища, в каждой конфигурации есть свой, как бы сказать, администратор, который отвечает за перенос доработок в рабочую базу, если рабочая не подключена к хранилищу, или, если не подключена, то за перенос ваших доработок на рабочую базу. При разработке также необходимо учесть, что, когда вы добавляете новые объекты, необходимо захватывать сам корень конфигурации. Сейчас я подключусь, покажу, точнее, изменю демонстрацию экрана и само хранилище, как именно с ним необходимо работать. Сейчас у меня открыто тестовое хранилище, которое создано специально для этого вебинара. Когда уже хранилище создано, и у вас есть там пользователь, то при запуске конфигуратора, когда еще база подключена к хранилищу, то выдается вот такое вот окно, в котором расположено, находится адрес каталога, имя пользователя и пароль. В данном случае у нас пароля нету, потому что мы просто сейчас подключаемся. В данном случае у нас уже вся конфигурация находится в хранилище. Вот этот вот знак замка, который стоит перед значением, что именно от поставщика, который символизирует, можем мы изменять конфигурацию или нет, это отвечает за хранилище, именно первый ряд значков. В само хранилище можно попасть через пункт меню хранилища, и здесь выпадает текстное меню само по себе, и также есть на вкладке инструментов в вкладке хранилища конфигурации, который отображает четыре основных значка, которые отвечают каждый за свою функцию. К примеру, вот эта кнопка отвечает за открытие самого хранилища конфигурации. Это, как я и говорил, дубль самой вашей основной конфигурации. Здесь находится история хранилища. То есть, к примеру, если вы вносили какие-то изменения, и после этого вы помещали в хранилище, то здесь будет храниться история про это. То, что вы поместили определенный объект, и какие объекты еще сопутствующие вы изменяли. В данном случае у нас происходило создание хранилища, и все объекты конфигурации были помещены в хранилище. Вот такой вот значок, это значит, что объект добавлен. Также, если открыть версию хранилища, то мы видим, что есть метка и комментарий. К примеру, в метке можно написать, что в задаче какой-то был добавлены какие-то объекты, или кто-то имя, фамилию разработчика. Здесь более подробный комментарий можно оставить так же, потому что здесь много мы не оставим. Этот значок означает, что обновляются статусы конфигурации хранилища. То есть, при групповой разработке, к примеру, вам необходимо захватить какой-то объект, то же самое хранилище настроек для внесения каких-либо изменений. Захват объекта мы можем провести в данном случае, захват объекта через контекстное меню, захватить в хранилище, которое мы вызываем и в выборе объекта правой кнопкой мыши. Здесь мы можем захватить хранилище, поместить, отменить захват и получить из хранилища. То есть, к примеру, если были какие-то изменения, мы получаем из хранилища. Но есть один момент, который в хранилищах есть, что если были изменены какие-то моменты в объекте, которые вы хотите захватить, перед захватом из хранилища мы получаем те изменения. То есть, происходит автоматическое подтягивание изменений. Мы не захватим объект со старой версией, когда не было изменений другого разработчика. Они уже автоматически подтянутся. То есть, можно не волноваться по поводу того, что конфигурация будет иметь, к примеру, какой-то один код из двух задач по объекту. Также, если у нас есть более одного значения, точнее, у нас есть реквизиты, табличные части и формы. При захвате объекта обычного мы захватываем только реквизиты и табличную часть. Самые формы мы не захватываем. Это идет отдельный объект конфигурации, который отвечает, необходимо захватывать отдельно, потому что в хранилище можно отдельно менять как сам модуль объекта или состав реквизитов и отдельно форму объекта. Это считается как отдельным объектом, как даже и подчиненным хранилищу. К примеру, если мы хотим захватить все возможные значения, которые есть, точнее, не значения, а метаданные документа или справочника, то мы захватываем рекурсивно его. Таким образом мы захватываем и команды, и формы, все, что связано и у нас по метаданным с этим документом. Но хочу заметить, что мы не получаем другие объекты, в которых есть ссылка, к примеру, на заказ покупателя. Такого нету, что, к примеру, мы сделали захват заказа хранилища, и у нас автоматически захватилась реализация товаров и услуг. То есть такого быть не может. Последний значок означает, что мы обновляем всю конфигурацию из хранилища. То есть мы не только получаем значения одного объекта, который мы захватываем, а могут быть вмещены в хранилище промежуточные значения, которые еще тестируются. Но, к примеру, вам необходимы эти промежуточные значения, потому что вы на них ссылаетесь с своей задачей. Но вы не знаете, что именно было добавлено, потому что задача может быть разная, и вы опираетесь на один из результатов, который получается в этом документе. И потому лучше всего... Ну, может быть такая ситуация, что в результате доработки нового специалиста добавлена парочка новых объектов. И регистр их сведений, или, к примеру, документов, или других значений. Но вы этого не знаете. И потому лучше всего обновить конфигурацию из хранилища полностью. То есть, мы просто нажимаем вот эту вот кнопку и просто создает, загружаем из хранилища все возможные изменения, которые только есть и помещены новые. Вот эти вот четыре кнопки, которые мы здесь видим, они находятся в хранилищах в списке, если мы зайдем через меню. Также хочу обратить внимание, что есть вариант сохранения версии хранилища файл, то есть создание CF-версии одной из версий хранилища. Если, к примеру, необходимо сравнить несколько версий, то мы можем сохранить конфигурацию файл. Видите, здесь уже автоматически подтягивается, наименование файла, исходя из версии самого помещаемого, самой версии. То есть, наименование будет соответствовать версии, которую вы получаете. Также можно сравнить и объединить конфигурацию с хранилищем. То есть, к примеру, если вы выполняли обновление релиза конфигурации на более новый, то в таком случае вы можете сравнить и объединить его. Или просто сравнить так же, как в этих двух обычных конфигурациях. Так же вы можете сделать и с хранилищем. Хочу заметить один немаловажный момент, что если у вас рабочая база отключена к хранилищу, и у вас есть доступ к хранилищу, то ни в коем случае не отключайте рабочую базу от хранилища, потому что это может сильно повлиять на работу других специалистов. Потому что бывают ситуации, когда возникает такой момент, что необходимо внести изменения именно в рабочую базу, именно через хранилища. Но это исключительные случаи, которые иногда в практике бывают. И если, к примеру, исправление было произведено, а в хранилище не помещено, то бывают такие ситуации, когда необходимо, чтобы заказчик уже проверил эту доработку, а вы не поместили, потому что не было остаточного согласования от заказчика, что все так, все правильно. И если какой-то другой специалист соединит хранилище от кондирации, то заново подключит, то вы потеряете это исправление. Итак, давайте перейдем к пользователям хранилища. В данном случае у нас пока только один пользователь хранилища, администратор, у которого полные права на все объекты. Он может выполнять различные административные функции, изменять состав версии хранилища, то есть добавлять, удалять его, захватывать уже захваченные объекты также. И в создании пользователя мы выбираем, выбираем, к примеру, имя пользователя. К примеру, это будет сейчас тестовый 1. Его роль можно устанавливать, соответственно, желанию разработчика или по собственному желанию, если вы администратор этого хранилища. Обычный пользователь имеет права только захвата объекта. То есть он может только захватить хранилище и все. Он не может, к примеру, откатить до предыдущей версии хранилища, если была какая-то ошибка в разработке или какой-то другой момент, что необходимо вернуть старую версию конфигурации. Обычный разработчик этого не сможет. Также, если посмотреть, если перейти во вкладку подключения, то мы видим список пользователей, которые подключены к хранилищу. Само имя пользователя, его компьютер и расположение, конечно, информационной базы. Во вкладке «Отмена захвата» в данном случае мы здесь видим, если есть захваченные другими разработчиками объекты, мы видим, можем выбрать пользователя и мы видим список пользователей. точнее объектов, которые захвачены и в случае чего просто отменить захват объекта, к примеру, если объект захвачен уже продолжительное время и никаких задач у этого разработчика по объекту нет. В том случае, если разработчик не отвечает, то мы можем самовольно, если у нас есть, конечно, права, отменить захват в хранилище. Также вот можно хранить временный кэш версии. В данном случае у нас настроен он на 500 МБ. по возможности или по необходимости это очищается. Про режим совместимости хранилища я расскажу немного позже. то есть по вам, я надеюсь, все понятно. Итак, давайте просто покажу, как вносятся изменения в хранилище. К примеру, вот форма документа. В данном случае при создании хранилища я немножко ошибся, что сейчас на поддержке у нас то я не могу редактировать объект. Но это решаемо, конечно. Но в данном случае мы не можем ничего сделать. Никакой код не будет сохранен. Поэтому хочу обратить внимание, что при создании хранилища вас будет спрашивать изменять или не изменять объекты хранилища. Потому что сейчас потому что если вы выберете не изменять, то у вас останется конфигурация так и на поддержке. Вы не сможете не здесь изменить конфигурацию в каком-либо другом месте. Будет необходимо создавать новое хранилище. При создании нового хранилища выбирать вариант, что разрешить изменения только с охранением поддержки. Поддержку не рекомендуется вообще подключать, потому что это учревато своими последствиями, которые сами знаете бывают. вот к примеру давайте я покажу что вот создается видите даже если у нас было создано хранилище, но выбрано что мы не редактируем конфигурацию, она все равно остается типовой. потому потому что у нас все объекты так и не изменились, мы их не смогли изменить, потому она и остается типовой, но это не совсем правильно. Вот видите, теперь когда я отключился от хранилища, если оно есть, я могу к нему подключиться, а если его не было, то у меня что подключиться, что подключиться к хранилищу было бы недоступно, точнее подключиться к хранилищу было бы доступно, но у нас не было куда подключаться. К примеру, сейчас создадим хранилище. Пускай этот же каталог и будет, создаем хранилище конфигурации. Так же самое оставляем пароль пустой пользователь администратор, но в данном случае у нас хранилище уже здесь есть, потому мы создадим новое. Будет названо так. В данном случае у нас в зависимости от конфигурации хранилище может создаваться от 5-10 минут до часа или полтора часов. Это все зависит от самой конфигурации. И, к примеру, если вы уже создаете хранилище на измененную конфигурацию, то тогда это, соответственно, займет меньше. На типовую конфигурацию уходит совсем немного времени, потому что сравнивая типовые объекты и нетиповые, у типовых более слажен процесс ссылочного соответствия. соответствия. И необходимо будет проверять конфигурацию это дольше. Это особенность типовых конфигураций от 1С. хранилища. Пока у нас создается хранилище, хочу рассказать несколько моментов по поводу тонкости работы с хранилищем. К примеру, мы можем работать, как я уже и говорил, удаленно с хранилищем или нет. В основном удаленным доступом хранилища занимаются именно системные администраторы, потому что частично специалисты 1С не могут знать всей технологии настройки удаленного доступа например через TCP. Я не говорю, что это необязательное знание, чтобы мы знали, как настраивать хранилище и вопрос хранилища через TCP или остальные веб-сервисы, просто не все специалисты задаются вопросом и изучают эту информацию. В большинстве случаев такую задачу ставят более опытным специалистам. К примеру, системным администратором может быть специалист 1С разработчик, который уже длительное время работает с конфигурацией. То есть он раньше был простым разработчиком, повысил свою квалификацию до администратора 1С. Такое тоже бывает. В хранилище можно работать также в нескольких режимах. К примеру, мы можем подключаться к хранилищу и потом захватывать объект также и их дорабатывать или сохранив какую-либо версию хранилища. не подключаясь к хранилищу, загрузить его в конфигурацию и дорабатывать именно этот момент. Потом прискидывать администратору или другому ответственному лицу, который отвечает за вмещение ваших доработок в хранилище, или если вы работаете по первому варианту, то просто вы сами помещаете соответственными комментариями и метками в хранилище. в основном схема работы групповой разработки, что у каждого специалиста есть своя копия для разработки. Это понятно, иначе специалисты просто не могли бы работать. после внесения изменений в хранилище специалист также должен передать, что необходимо обновить из хранилища конфигурацию, потому что внесены были изменения, необходимо будет отдельный тестовый специально для тестировщиков протестировать вот этот функционал, и он сможет передать задачу дальше. Или если у этого специалиста есть доступ к пользователю этой тестовой, он может сам обновить эту базу и не делегировать и тратить время на то, чтобы обратиться к другому специалисту. Но это зависит от того, как построена работа на этом проекте, к примеру. И также бывают ситуации, когда мы добавляем или удаляем какой-либо объект, точнее, когда мы удаляем какой-либо объект системы, то все знают, что система проверяет ссылку по метаданным. То есть просто проверяет значение реквизитов или ссылок на них. в режиме совместимости, который из-за того, как создастся хранилище, я покажу при включении режима совместимости хранилище, проверяю не только метаданные, которые отвечают ссылки, то есть обычная проверка ссылочной целостности, но и на использование в различных модулях, объектах и формах и также интерфейсах. То есть, к примеру, если просто добавлен реквизит на форму, которая выводит значение определенной связки с этим объектом, то наш режим совместимости, он нам покажет, что еще в этом объекте используется этот реквизит. К примеру, мы просто веду пример, что добавили реквизит на форму, но явность связи с удаляемым подправочником склад у нас нету и есть связь только через один из реквизитов. И вот, когда мы в коде прописали, что мы обращаемся к этому реквизиту и указали его тип склад, при удалении мы увидим, что в форме документа электронное письмо, это просто пример, не обязательно, что будет там реквизит склад. Нам выдаст сообщение, что мы не можем удалить этот объект из-за того, что он используется в форме документа, электронное письмо. И после этого нам необходимо будет только после того, как мы исправим все вот эти ошибки, только после этого удалить объект. В большинстве случаев такой контроль не используется, потому что он дает немножко нагрузку на систему и не всегда он нужен, потому в основном режим совместимости ключом. Так. Что еще? подождем еще пару секунд для того, чтобы закончилось создание хранилища и покажу как именно правильно надо создавать хранилище. Потому что если сделать как я в предыдущей версии, то мы просто не сможем выносить никаких либо изменений. То есть смысла в хранилище не будет. Также один из возможных вариантов использования хранилища в групповой разработке, чтобы следить какое именно изменение было сделано определенным специалистам, чтобы понять, к примеру, какой код когда добавлялся и кто за это ответственный. специалист не на конца понял задачу или к примеру бывает ситуация, когда задача поставлена нечетко и в результате доработка идет более в результате разработки идет нагрузка на систему, после которой система зависает или вообще вылетает, то необходимо понять причину этого и в результате именно доработки это произошло. Это не всегда, ну, это не вина разработчика, то, что избыточно идет нагрузка, просто возможно выбран неправильный путь решения и потому всегда перед помещением в хранилище лучше всего проверить код самому или попросить более старшего товарища просить проанализировать код или уточнить более детально постановку задачи. Возможно упущен был какой-то момент при описании, который говоря из собственного опыта является собой само собой разумеющимся. То есть для постановщика задачи это был обычный момент, который он использует, а разработчик этот момент не знал и соответственно не взял во внимание этот фактор и из-за этого произошло некорректное написание кода и потому результат задачи получился более избыточным. Пока создается хранилище, могу отвечать на вопросы, если они есть. так, так, сейчас, секундочку. Пока создается, я отвечу на вопросы. Вопрос, по какой причине может быть отключение от хранилища? отключали отладочную информационную базу, но почему-то она отваливается. Если у вас подключение хранилища удаленное, возможно, у вас плохая связь через интернет, нет, потому что если подключение локальное, то такого не может происходить, потому что все выполняется в пределах одной машины, и если только хранилище не сломано, то все должно быть нормально. Если у нас только один разработчик 1С, хранилище лучше отключить. Если у вас только один разработчик, то вполне логично его даже не использовать, потому что для одного разработчика хранилище не сильно нужно, но к примеру, если есть такая ситуация, что хранилище свидетельствует о том, приносится доработки по частях, не сразу же весь объем, то тогда лучше хранилище, которое по частям можно один объект, потом второй, без особых затрат времени перенести эти доработки. где сменить пароль к хранилищу? Насколько я понял, имеется в виду изменить пароль пользователя в хранилище, правильно? Если я правильно понял, нажмите плюсик, ставьте плюсик. Когда я показывал администрирование хранилища, там запустили это пункт меню, вывелся список пользователей, вы видели, и при выборе пользователя у нас открывается окно с именем пользователя и паролем, там меняется пароль. Как правильно отключить хранилище? На видео показано, что я просто зашел в хранилище конфигурации, точнее в меню хранилища, хранилище конфигурации, отключить хранилище, и просто конфигурация после этого становится отключенной от хранилища, и никаких захватов и всего остального в меню не будет. что смотрите, если будут вестись доработки после отключения хранилища, то при отключении из конфигурации ничего не потеряется, все останется как есть. Просто если вы решите подключить хранилище заново, необходимо будет создавать новое, потому что хранилище это грубо говоря бэкап конфигурации, как каждый день у вас например копируется база с данными хранилища, это та же самая. Ну тут я всей вашей ситуации не знаю, потому не могу сказать оно вам нужно или нет, частным вопросом наверное необходимо консультировать и более детально знать вашу ситуацию. В поводу ничего ли не потеряется в конфигурации ничего ничего не потеряется, но хранилище останется старой версии без новых доработок и потому необходимо будет заново создавать хранилище или не отсоединять тогда хранилище. Это в зависимости от вашего решения. Так, сейчас секундочку я проверю. Сейчас включу демонстрацию экрана на моменте подключения хранилища. Вот видите уже хранилище создалось и у нас задается вопрос подключиться ли к созданному хранилищу. Я отвечаю что да. и в данный момент у нас происходит создание хранилища созданного. Сейчас у нас задастся вопрос насколько я правильно помню то который сейчас у нас спросят должны спросить про создание с изменением или нет и потом про само подключение и необходимо будет выбрать местоположение хранилища и пользователя. еще вопросы есть или уже нету. Вот в данной ситуации скорее всего из-за того что уже было создано хранилища потому у меня никакой вопрос не задавался и никаких изменений не было. То есть в данном случае за мою первую чтобы создать правильную конфигурацию хранилища хранилища с возможностью изменения необходимо будет запустить конфигурацию и заново создать хранилище. Перенести хранилище и переподключить возможно имеется в виду что изменить местоположение каталога с хранилищем? Если да то вполне возможно потому что мы опираемся на адрес каталога в котором это находится. К примеру в данном случае в моем случае я просто изменил можно изменить местоположение переместить в другую подпапку или на другой жесткий диск и просто необходимо будет отключиться от хранилища и заново подключиться к хранилищу потому что немного другие данные будут помещены. Вполне возможно. Также хочу заметить что когда вы создаете хранилище к нему должен быть удаленные или даже не удаленные а локальные но у пользователя нету полных прав на папку с каталогом с хранилищем он не сможет подключиться к хранилищу и будет выдаваться ошибка доступа поэтому необходимо на хранилище и на саму базу доставлять полные права на эти каталоги хранилище может использоваться для анализа истории изменения конфигурации может использоваться в основном если бывают проблемные разработки и необходимо следить кто это сделал и что именно сделал то оно как раз и помогает найти грубо говоря виноватого в основном если идет проверка кода специалистам если это большой крупный проект в данном случае у нас кто занимается кодом review они сравнивают старую версию до ваших изменений и вашу версию хранилища и таким образом они увидят что именно вы изменили расскажите пожалуйста подробнее как можно организовать работу когда рабочие серверы хранилища разработки и разработка на разных серверах так по поводу организации работы детально я вам не смогу объяснить потому что я именно не организовывал работу в такой системе я могу только сказать что доставлялись доступы и расшаривались папки и сами сервера для того чтобы выполнялась разработка я думаю на этот вопрос необходимо отвечать другому специалисту который именно делал уже это я это не делал потому что я не смогу ответить на данный вопрос в хранилище работает отладка она в хранилище это не отдельная конфигурация это просто копия кода и вкладка включается на сам сервер не на отдельную конфигурацию потому что хранилище есть что его нету если откладка на сервере включена то она будет работать если на сервере отключена то понятное дело что не будет работать и ну это зависит от настроек сервера все это потому хранилище никак не влияет на это и по организации работы если что напишите в компанию вам более детально ответят по поводу организации работы на трех разных серверах у нас специалисты такого плана есть они уже это делали насколько я знаю тогда всего доброго спасибо за просмотр за то что пришли и послушали меня спасибо всем до свидания до свидания Продолжение следует...